Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня будет видео покупки лошади на ярмарке со скидками для моего аккаунта Elizabeth Darkmore, или же аккаунт во-первыхе, у которого сплошняком практически все магики или самые темные кони. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Я, если честно, была не до конца уверена в том, что хочу ли я кого-то покупать на этой ярмарке или же нет, но все-таки решила сюда приехать на Elizabeth, так как у меня очень мало лошадей третьего поколения, а возможно даже и вообще третьего поколения, я никого не помню, кто бы был бы новичком, точнее последними вышедшими лошадками, такими, к примеру, как Бильгиец, Давний Фриз, Липецан или хотя бы тот же Морган. Да, поэтому сейчас мы будем смотреть и выбирать, кого же мы купим. У меня есть 6606 СК, не хватает еще одной шестерки и было бы 6666, вообще было бы идеально для этого аккаунта. Но нет, и вот значит сегодня, сейчас мы будем думать и решать, кого купить. Недаром здесь стоят уже все вороны, так как я выбрала породы, точнее масти, среди которых буду выбирать себе нового коня. Да, сомневаюсь, что кобыл, наверное, все-таки коня. Но почему же Бильгиец не вороной? Объясняю. Для этого аккаунта я не вижу, чтобы Бильгиец был вороным с вот этим безумнейшим белым носочком. Для меня это, я не знаю, как выкаль глаз. Если он был бы целиком вороным, я бы точно его выбрала и купила бы даже не рассматривая. Но все-таки вот этот носочек меня очень сильно цепляет. Ну вот не нравится он мне, не люблю я вот так вот. Я люблю, когда нету носочков, когда может быть 4 носочка, но очень маленьких. Люблю чулочки, гольфики. Но вот чтобы один носочек был, это редкость. Это либо он должен быть к месту, вот у рыжего он смотрится получше в моем понимании. Либо он должен быть очень-очень маленький. Именно такой, как у данной масти. При этом пятно белое во лбу меня ни капельки не смущает, потому что, ну, вампирская сущность, она, конечно, всегда при мне. Но надо бы иногда, как бы, появляться в мире не вампиром, а, скажем так, в человеческом облике. Ну, куда же без этого, ребята. Я думаю, любой человек, кто играет или создает вампира, он всегда еще вот обожает вот эту человеческую сторону, когда нужно изображать из себя человека, прятаться, прикрываться, не спалиться, что ты кровосущий вампир. Кровососущий, точнее. По поводу Моргана. Не знаю, хочу ли я его покупать или нет. Ну, мне нравится достаточно анимация и его рельефы. Да, он низенький, но у меня нет каких-то заскоков по поводу размера лошади. Кстати, вообще не припомню, чтобы у меня хотя бы где-то были заскоки на эту тему. Лепицаан, у меня есть один аккаунт, на котором есть именно этот лепицаан с ирокезом. Но покупать его еще раз на вампиршу, где, как бы, ну, он не обязателен, я не знаю. Вот если на него надеть уздечку с рогами черную, вот это, кстати, смотрелось бы круто. Почему-то я об этом раньше не думала. Но то же самое можно и сделать и с фризом, на него средневековые уздечки же можно надеть. Но, не знаю, как-то фриза не хочется. Хотя он классный, он крутой, у меня много фризов на этом аккаунте первого и второго поколения. И серия для полного счастья не хватает только третьего. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Может быть, если совсем уж прижмет, совсем прижмет, я куплю двух лошадок Элизабет. Но это, это как-то, я не знаю, я сомневаюсь, если честно. У фриза больше минусов, чем плюсов за счет только единственной вещи, что он не носит вообще ничего нового, кроме средневековых уздечек. То есть, без хакамора вроде бы он не носит. Выстковые седла, вольтрапы, колокольчики, вообще ничего на него пока что надеть нельзя. Но, при этом, это фриз. Как бы, сам факт, ты что, не хочешь купить фриза? Но он же шикарен, он мускулист, он высок, он грациозен. Нет, я не могу сказать, что я обожаю фризов, я просто констатирую факт. Посмотрите на эту мощь в крупе, в груди, в ногах, в шее. Вот эта вот сухая мордашка, шикарные гривы, хвосты, щеточки. Не, ну как тут, как тут можно пройти мимо этого красавца? Я не представляю себе. Здесь есть еще один, более черный, но у него опять же есть вот эти носочки. Не хочу я на этот аккаунт носочки. Но вот исключение, это вот этот вот бельгиец. Так что, я даже не знаю. И, кстати, да, я только что поняла одну вещь. Я не перешла на английский язык, потому что имя я хочу давать исключительно на английском языке. Так что, сейчас быстренько перезайду. Итак, я перезошла. И пока перезаходила, еще раз обдумала и решила, что... Была-не была, раз уж скидка. А Элизабет не тот персонаж, которому я скупаю очень много лошадей. Почему бы и не купить две лошадки сразу? Нет, конечно, в скором времени будет еще одна покупочка, которую я уже очень-очень долго оттягиваю. Но все равно, раз уж тут две лошадки по скидке и по факту выйдет чуть дороже, чем одна лошадь без скидки, надо немножечко шикануть. Итак, Фриз я, наверное, сделаю кобылой, взрослая кобыла. А вот имя, это сейчас надо будет подумать. Какое же имя ей дать? Блот. Так. И... Эмберблот. Сейчас надо взять с собой переводчик. Я вначале хотела назвать Эмберблот, но оказалось, что Эмбер это янтарь. Почему я каждый раз забываю название этого камня на английском. Но есть другое имя. Я боюсь даже зачитывать его вслух, я боюсь ошибиться с его произношением. Но дословно это переводится как бездна крови. Ну или же кровавая бездна. Персонаж вампир. Мне кажется, это идеальное имя. И не важно, что в этой лошади нету даже ни единой капельки красного цвета или оттенка. Я хочу назвать ее именно так. Кровавая бездна. Или бездна крови. Почему бы не взять такую прекрасную кобылу к себе на конюшню? Хотя мне кажется, многие бы это посчитали странным. Что зачем тебе такое имя для кобылы? Эта же кобыла будет страшная, ужасная женщина. Однако, нет. Я хочу ее взять. Стрижку мы не меняем. Так что взрослая. Так, взрослая. Кобыла. Фриз третьего поколения. Эбис Блот. Надеюсь, правильно пошла. 570 СК по скидке. Покупаем. О, здравствуй, моя кровавая бездна. Вы понимаете, насколько сильно у меня пристраивается мышление относительно лошадей в зависимости от персонажа? Да, здравствуйте, мадемуазель. Здравствуйте, графиня. Кстати, можно было бы графиней ее назвать, но я не уверена, что у нас даже на английском языке есть такое слово. Так что отправляем кровавую бездну на конюшню. До сих пор не верю, что я так назвала лошадь. И вторую лошадь мы берем бельгийца. Должна же быть хоть какая-то базовая лошадка, скажем так, универсальная, даже на доп Аке, который никак не связан с конным спортом. Я помню, что у нее есть магический андалуз, магический пентхорс хауинский. И вот шарь, на котором я сижу сейчас. Но не помню, чтобы был кто-то еще. Надо будет, кстати, проверить. Так, ну прическу здесь мы тоже не меняем. Оставляем как есть. 595 старкоинцев. Здесь я уже ничего не зачитываю. Я об этом обо всем забыла на радостях. Так, это будет... О, не-не-не, Адут. Взрослый. Жеребец. Жеребец. И я вот не помню, есть ли у меня какой-то лорд. Лорд, и есть у нее на конюшне или нет? Вот это сложно. Почему нельзя в покупке нажать какую-нибудь кнопочку, которая бы показывала... Эээээ... Которая бы показывала, какие имена у тебя уже есть в конюшне. Почему этой кнопки здесь нет? Я не знаю, я хочу, с одной стороны, назвать обсидиановый страж, а с другой стороны, у меня появилась идея, как... Ээээ... Граунд. Дыхание земли. А знаете, мне это больше нравится. Вот с одной стороны, вроде как, нашла имя заменяющее, потом нашла подходящее, но при этом поняла, что подходящее уже и не так уж и подходит. Странно все это, ну ладно. Итак, вторая лошадь за одно видео для доп. аккаунта. Бельгийская полукровная. Взрослый. Жеребец. Брэйв Граунд. Или же дыхание земли. Такой вот красавец у нас будет. Ничего не меняем, ни прическу, масть выбираем именно эту. Кстати, я вот не помню, но по-моему у меня данной масти, бельгийца, пока что нет ни на одном из доп. аккаунтов. 595 старкоинцев покупаем. О, здравствуй! Ну прям вот да, такой страж. Ой, а вблизи он такой красивый. Я просто никогда эту масть особо вблизи не рассматривала. Так отправить в конюшню. Ой, как приятно, когда приходят скидочки. Ну что ж, ура, радуемся. Мы купили двух новых лошадок третьего поколения. В кои-таки веки третьего поколения для Элизабет. Элизабет, надеюсь, когда-нибудь она сможет жить в каком-нибудь жутком хэллоуинском месте, кроме осени. И когда-нибудь, надеюсь, все-таки откроют локацию вокруг замка в осени тоже. Да и вообще, пожалуйста, оставьте на пожизненно портал в логово садника без головы. Я бы там жила бы постоянно. Так, я по привычке уже еду в Морланд. Я все никак не отвыкну, что Элизабет это персонаж без лайфа. А сейчас-то, да, этот персонаж получил лайф. Я забыла вам об этом сказать в самом начале. Но те, кто подписаны на мою группу Star Stable Equestions, те могли увидеть запись о том, что Элизабет наконец-то, аж с 17, 2017 года, наконец-то получила свой заветный лайф. Да, надеюсь, она меня за это простила. Итак, ну да, действительно, вот у нас все лошадки абсолютно старенькие. Самые новые у нее только подарочная лошадь и три магика. Все остальные это уже первые, вторые поколения. Так, ну давай Фриза поставим вот сюда. Бельгийца вот сюда. Нет, давай наоборот. И здесь будет стоять этот магик. Самые первые ее лошади, по-моему, насколько я помню. Ну или не самые первые, но самые основные. Так, ой, здравствуйте. А теперь же еще какое счастье. Подковки стали дешевле, поэтому мы идем в магазин. Надеемся на то, что они нам доступны. Хорс шоу. А они нам... А почему они нам не доступны? А, вот-вот-вот, да. Вот, получается, такие же нагавки, которые даются за репутацию с защитниками Айда, нам не доступны. Нам доступны только просто за 90 СК, которые раньше продавались... А, а не стали ли они сейчас дешевле, потому что они продаются на ярмарке? Может быть, это из-за этого? Или они, в принципе, теперь навсегда подешевели? Ладно, очень странно. Не будем углубляться в этот вопрос. О, Эбизблоуд. Здравствуйте, мадам. Я уже предугадываю, какие классные будут с тобой фотографии в хэллоуинской локации. Мне очень нравится. Ой, я даже еще знаю, какую фотографию я сделаю. У меня же есть еще другой аккаунт, более светлый. И вот там есть такой же фриз, только светло-серый. Я думаю, надо повторить старые, добрые, обожаемые всеми фотографии, когда черный-белый лебедь или же черный-белый фриз. Так, подковки мы переодели. Да, мы их выкидываем. Угу. Ой-ой-ой-ой, что-то... Куда? Выпусти меня, пожалуйста. Выпусти меня. Спасибо. Так, и теперь смотрим Brave Ground. Дыхание с земли. Такой вот красивый бельгиец. Ой, он прям очень красивый. Мне безумно нравится. Я, кстати, до сих пор удивлена, что у меня на основном аккаунте нет такой масти, потому что я люблю вот таких вот бурых, шоколадных всяких лошадок. Но иногда что-то идет не так, не по плану, и лошадей я не покупаю. Так, получаешь второй уровень. Ой, ну хороший какой. Ой, я не знаю, есть ли у нее в шкафу обычные комплекты. У нее, по-моему, очень много всего хэллоуинского. Нет, наградки явно не отсюда. Явно не отсюда. О! Почти не сочетается, но не важно. Смотрится очень хорошо. Мне нравится. Так, ну и давайте попытаемся сейчас еще быстренько собрать сет на фризскую мою кобылку. Ну что ж, я здесь тоже нашла, откопала ей комплект. Немножечко пришлось, правда, отжать у магического пейнтхорса его вольтрап и нагавки. Но слушайте... А, там еще на старом фризе есть комплект, но я его не хочу снимать, потому что это особая лошадь для этого персонажа. С нее не надо ничего снимать, не надо ее трогать. Ну посмотрите, какие красавцы. Так, стоп. Стоп, куда делась твоя уздечка? Конь! Конь, ты где уздечку потерял? Опять глюкнула. Отдай уздечку. Так, во, все, все нормально. Я думаю, куда уздечку уже успел делать. Так что вот такие вот красавцы, шикарные кони. Быстренько сейчас на них еще посмотрим на улице, скажем так, при полном свете. И... Сейчас еще быстренько посмотрим на этих коней уже на улице, чтобы оценить весь масштаб вампирской красоты. И вот она, красоточка. Эбис Блот. Очень красиво. Мне очень нравится, как она смотрится с этим сетом, в коей-таки веке с вестером седлом, что тоже для меня очень необычно. И прям то, что я вижу, вызывает у меня вампирский восторг. Очень нравится. Шаг, рысь. Я думаю, уже все много раз видели аллюру фриза. Но все равно давайте хотя бы кратенько посмотрим. Ой, ну красиво. Как красиво. Не могу. Прям очень-очень нравится. Какая у меня вышла женщина. Я, кстати, еще только что поняла, что на фризе очень классно было бы играть роль всадника без головы, учитывая то, какой у этой породы карьер. То есть, представьте, вы идете по темному лесу, и тут за вами начинает гнаться вот это вот. Мало того, что он мощный, высокий, еще такая грива, хвост. И... да. Можно, пожалуйста, сделать мне персонажа как будто бы без головы? Ну, чисто косплей на всадника без головы. Было бы очень классно. Теперь очередь бельгийца. Ну, что я могу сказать о бельгийце? Красивая лошадь, шикарный экстерьер, очень приятные и плавные аллюры. Это, пожалуй, все, что описывает бельгийца. Красивые масти, плавность движений. Я считаю, что бельгийская это единственная пока что лошадь в ССО, которая является абсолютно универсальной. Хорошая аллюра для выездки. Прекрасно смотрится в конкуре, кросс. Вообще, вот, абсолютно любой, мне кажется, спорт. Возможно, даже... Да, даже вестерн, у него гибкость. Ребят, ну, эта лошадь идеальна. Хотя я ни разу еще не видела, что вы его брали в вестерн, потому что я не участвую в таких соревнованиях. Но если вдруг вы когда-то брали бельгийца на вестерн, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать, в принципе, какие достижения вы получили на вашей бельгийской полукровной лошадке. Была ли у вас какая-то особая история победы? Может быть, был новокупленный жеребец или новокупленная кобылка, на которой вы решили поучаствовать в соревнованиях, победили? В общем, буду ждать ваши комментарии на такую спортивную тему, связанную с фризом. Ой, с бельгийцем. Все. Это уже, знаете, это уже в мозгу очень сильно отображается желание, чтобы фризов расширили, сделали им новую возможность носить новую амуницию. Просто уже очень сильно этого хочется. Ну а на этом покупка подошла к концу. Я очень рада и поздравляю себя, Элизабет, с приобретением двух шикарных лошадей. Буду потихонечку ими заниматься. Ну и думаю, что в следующий Хэллоуин вы можете встретить меня, несущийся на всех парах как раз на вороной фризской кобыле, которая прям очень эпохально выглядит, особенно в Хэллоуинские ночи. Ну а на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok